Приветствую вас, дорогие мои зрители, подписчики и друзья! С вами я Кирилл, и наконец-то прошел ровно целый месяц, и я дождался своей посылки с Алиэкспресс. Сегодня я сделаю свой первый анбоксинг, поэтому прошу вас не судить строго. Анбоксинг я буду делать на игральные карты, которые заказал я месяц назад, в конце апреля. Ну что же, давайте, собственно, перейдем на ту страницу, с которой я заказывал эти карты. Вот эта страница, это игральные карты, пластиковые, золотые. Стоят они 205 рублей, но чуть подороже они будут стоить с доставкой. Я заказывал с доставкой, она примерно занимает 60 рублей. Вот. Шли они не прямо целый месяц, чуть даже побольше месяца, я бы даже так сказал. Где-то может быть дней на 7-8 больше месяца. То есть месяц и 8 дней, где-то вот так. Я их еще не распаковывал. Распаковывать я их буду прямо при вас. Вы все это увидите в этом видео. Их можно купить. Я оставлю вам ссылку. Если я их распакую и все с ними будет нормально, то я, разумеется, порекомендую вам их купить. И вы сможете перейти по ссылке в описании под этим видео и их купить. Собственно, какие же особенности у этих карт? Я их еще не вскрывал. Я не знаю, на самом деле, карты там. Может быть, там фольга или камни какие-то лежат. Я, честно, вообще даже это не знаю. Потому что вообще я в Алиэкспресс заказываю первый раз по ссылке. Так, вот у нас общая информация об этих картах. Давайте посмотрим особенности карт. Так как у меня включен Яндекс.Перевод, он дословно переводит все слова. Поэтому могут быть тут какие-нибудь ошибки или такие незначительные смысловые недочеты, так сказать, в переводе. Поэтому читаю как есть. Роскошная золотая фольга, покер, игральные карты, колода карт. Это, скорее всего, категории. Второе. Высококлассная золотая фольга и глубокая обработка тиснения используются для поверхности. Четкие трехмерные узоры и все виды зерна делают текстуру преломления сияющей как золото. Он очень гибкий, прочный, устойчивый к царапинам и водостойкий. Не выцветает. Неплохо. Не только полная художественная ценность. Он также может использоваться в качестве подарка вашим друзьям. Набор из 52 плюс... Это плюс, что ли? Да, плюс двух карт. То есть, 54. Ну, 52 это все карты. То есть, считаю, там четверки, пятерки, двойки, тройки. А плюс две это, скорее всего, джокеры вот эти вот. Вот. Упакован в привлекательную золотую коробку. Так. Вот насчет коробки я не знаю. В почте мне дали обычный пакет. А что внутри этого пакета, мы с вами скоро узнаем. Вот как они выглядят на картинке, эти карты. Вот. Вот так вот они выглядят. Вот джокеры все. Вот. Говорят, что они водонепроницаемые. То есть, ты можешь на них воду облить, а здесь с ними ничего вообще не произойдет. Вот. Этот автор их гнет, и ничего вот не происходит. То есть, они не рвутся, можно так сказать. В общем, золотые карты, так скажем. Вот. Но правда ли все это о том, о чем пишет нам автор? Мы сейчас с вами проверим. Тут даже, кстати говоря, есть отзывы. И мы тоже с вами оставим отзыв, но только после того, как распакуем эти карты. Тут пишет отзывы. Спасибо продавцу за карты. Я очень довольна. Очень красные, красовые. Что за красовые? Материал плотный, блестят, яркие и четкие. Шли долго. Ну, а мне как будто они быстро пришли. Мне тоже они шли долго. Кстати, тоже вон 11 мая кому-то вам пришли. Вот. Карты очень красивые, яркие, золотые. Доставка недолгая. Все карты на месте супер. Ну, в общем, тут много хороших комментариев. Вот. Если вы хотите полностью их прочесть, вы можете перейти по ссылке в описании и все эти комментарии, отзывы прочесть. Я их читать все не буду, так как, чтобы не занимать ваше время. Вот. Собственно, похожие товары. Тут все прочее. Собственно, вот так вот. Вот страница этих карт. Еще раз повторюсь, извиняюсь за тавтологию. Ссылка будет в описании. Если кто захочет купить, переходите по ссылке и на здоровье покупайте. Сама система покупки не сложная, поэтому, думаю, вы не запутаетесь. Если что, пишите мне под видео, что вам непонятно и чтобы я вам все объяснил. Вот. Тут все переведено в рублях, поэтому все тут очень просто. Ну что же, я показал вам страницу этих карт. Теперь переходим, собственно говоря, к самой распаковке. К самому приятному моменту данного видео. Итак, ребята, а вот, собственно, сама и посылка. Как вы можете ее увидеть. Итак, а вот и пришел наш Герыч. Шучу, карты. Итак, тут у нас пакетик. Карты мне пришли, кстати, из Латвии. Вот. И чем ближе вы находитесь к стране отправителя, тем быстрее придут вам карты. Если вы находитесь далеко, то карты вам будут доходить немножко подольше. Так, здесь вот на этом белом листке написана информация получателю. То есть тому, кому приходят эти карты. В данном случае мне. Но мы ее читать не будем, потому что там мои личные данные. Итак, коробочка немножко такая помятенькая. Есть небольшие крапинки. Но это уже при доставке. Когда товар доставляли. Он же все-таки месяц шел. А Латвия не близко находится, скажу я вам. И мы начинаем, наконец-то, распаковку. Их вставляли вот так вот. Как вы видите, тут есть такие вот открывашечки. Коротко говоря. И сейчас мы и вскроем. Начинаем распаковку. Вот мои ножнички такие специальные для распаковки товаров. Вот, просто. Вот, прорезаем. Вот и упаковка карт. Как мы можем заметить. И да, она, кстати, почему-то у нас открыта. Так, скорее всего, их вскрывали заранее. Вот упаковочка. Вот он, какой-то номер написан. Наверное, номер этих карточек. Так, упаковка мне нравится. Хотя я думал, что они будут в какой-нибудь шкатулочке. Но что я хотел за 200 рублей, конечно. Окей, так, давайте мы их уже с вами вытащим. Вот, мы вытаскиваем их. Ничего вроде не забыл. Кстати, упаковка тоже золотая. И, наконец-то, свершилось. Наши карты. Да, я этому рад. И не только я, но и мой друг. Ведь он мне помог заказать эти карты с Алиэкспресс. И этот друг, мальчик Пашенди. Он меня и снимает. Да, сегодня в роли оператора. Вот мы их тусуем. Тут вот есть у нас и туз вот и есть, и дама есть, и валет. Десятка, девятка, восьмерка, семерка, шестерка. Ну, в общем, я вот листаю. Все вроде бы есть. Так, ну, чтобы точно убедиться, все ли карты тут или не все, мы их просто посчитаем. Их должно быть 54. Это кривый снег. Два, три, четыре, пять, шесть, 51, 52, 53, 54. Все карты, все на месте. Замечательно. Автор нас не обманул. Вот. Мне тут вроде бы все нравится. Никаких дефектов не обнаружено так с виду. Вот. Вот, возможно, какие-то ультрамелкие дефекты при перевозке там могли сохраниться, но это уже перевозка, это уже неизбежность, так сказать. Ну что же, ребята, давайте проверим карты на водостойкость. Написано, что они водостойкие и выдерживают воду. Так, ну, да, мы еще забыли их проверить. Напогнутость. Вот, они выдерживают легко. Гибкость. Гибкость, да. Гибкость, извиняюсь. Вот, вроде бы выдерживают, ничего с ними не происходит. Вот. Гарант. Да. Теперь проверим их на водостойкость. Я набрал миску с водой, и теперь мы проверим карты на водостойкость. Проверим как раз-таки именно пиковую даму. Она у нас тут самая главная практически. Ладно, шутка. Итак, это будет опасный момент, но как же? Как же без этого? Мы же должны с вами все проверить и все понять. Действительно ли товар годный для использования или нас обманывают. Вот. Это будет опасно, поэтому начнем. Вот, я набрал воду. Это не монтаж никакой, можете не волноваться. Вот, вода холодная. У нас горячую и так отключили. Итак, кладем карту. С ней должно быть все в порядке. В принципе, кладем пиковую даму, ее не жалко. Я боюсь. Нет, нет. Подержим. Вытащим. Действительно. Вроде бы ничего не случилось. Нормально все. Тест на воду. Карты прошли. Пашенди мальчик предъявляет фантазию и пытается построить башню из карт в воде. Вот он, кстати говоря, сам. Так. Но вода, она немножко, так сказать, мешает ему это сделать. Тем более у этой миски, у моей, неровная поверхность. Вот. Неровное дно. Поэтому, скорее всего, вряд ли у него это получится. Хотя она в своем. Хотя у себя он дома из своих карт выстраивал такие пирамиды, что вам и не снились. Вот. Это мастерство. У мальчика Пашенди получилось построить домик. Я ему немножко помог. Да, и он немного упал. Понятно. Ну ладно. Главное, как говорится, хоть что-то. Ну что же. Вот они карты. Я доволен. Разумеется, я сделаю отдельное видео, в котором покажу, как мы с Пашендием непосредственно будем в них уже играть. А теперь переходим непосредственно к отзывам. Это магия, детка. На самом деле все просто. Когда карты мокрые, они прилипают друг к другу. Ну что же. Переходим к отзывам. Опять всю воду выберу. Так. Вот, собственно говоря, страница. Параметры оценки заказа. Насколько вы довольны сервисом магазина? Как быстро продавец отправил заказ? Так. Первое. Насколько вы довольны сервисом магазина? Ну, заказывал я лично у продавца. Я не знаю, магазин это не магазин. То есть, как там, что и вообще. Ну, давайте поставим четверку. Доволен. То есть, тут есть очень недоволен, недоволен, средне, доволен, очень доволен. Так, доволен просто поставлю. Как быстро продавец отправил заказ? Ну, вот с этим, конечно, да. Поставлю средне. Так. Пока я тут ставил отзыв. Тут у меня на одной карте какое-то пятно странное зеленое появилось. Так, давайте-ка я вам сейчас его покажу. Где оно есть-то? Вот, видите? Такое какое-то зеленоватое пятнышко на двойке странное. Оно вообще оттирается? Да, оттирается. Да, вроде бы. Да нет, у меня что-то не оттирается. А ты просто на мочи. Так я слюной его на ночи вот толк какой. Ладно, потом ототрём. Собственно, давайте оставим отзыв. Пожалуйста, выберите номер звезды. Вы хотите оценить эту сделку. А, насколько точным является описание товара? Ну, давайте очень хорошо поставим. В принципе, описание нормальное. Количество знаков. Тысяча. По техническим причинам коды HTML и ссылки не поддерживаются. Ваш отзыв будет автоматически переведен на 18 языков. Так, давайте сейчас сфотографируем, наверное, колоду, чтобы отправить фотографию. Теперь загрузим фотографию колоды карт и упаковки. С той целью, чтобы доказать продавцу, что они пришли. Чтобы он, как говорится, не переживал, не волновался и всё прочее. Хотя деньги он уже наверняка получил. И ему уже всё равно. Так, давайте загрузим. Так, выбираем рабочий стол. Вот. Открываем. Так, в формате JPEG. И оставляем, собственно, отзыв. Так, написано, не уходите. Вы можете также поставить оценку этому заказу, перейти к управлению отзывами, посмотреть свои отзывы. Давайте поставим оценку этому заказу. Что у нас там будет, так сказать? А, в смысле, вы уже оставляли отзыв к этому заказу. А, ну да, я уже оставил. Итак, ребята, я показал вам страницу на Алиэкспресс данного продавца. Она будет по ссылке внизу, в описании. Переходите, покупайте на здоровье. Я распаковал товар, обнаружил такие маленькие дефекты, на двойке какое-то странное пятно, но в целом всё нормально. Да, и ещё я обнаружил на упаковке оборвана вот эта вот штучка. Сейчас покажу. Вот это вот. Смотрите. Вот. Здесь она есть, а здесь её почему-то нету. Видимо, при доставке она немножко оборвалась. Вот. Но в целом, карты идеальные, карты мне нравятся. Я поставил оценку 4, но только потому, что существуют вот эти вот маленькие дефекты. Вот. Я оставил отзыв. И, собственно, наверное, можно уже и заканчивать наш с вами анбоксинг. Сразу вам, ребята, ещё раз повторюсь, что я первый раз делаю анбоксинги на своём канале. Поэтому не судите строго. Оставляйте ваши комментарии, что вы об этом думаете, как вам вообще эти карты. В будущем я запишу, конечно же, видео, как мы с другом или с друзьями играем в эти карты. Может быть, что-то ещё на Алиэкспресс закажу. Кто его знает. Поэтому всё будет. Всё ждите. Оценивайте данное видео. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось, ну или же пальцы вниз, кому не понравилось. Вот. Подписывайтесь на мой канал, разумеется, если вы считаете нужным. Всё. С вами был я, Кирилл. И мой друг Пашенди Пацанячек. Он помогал снимать сам анбоксинг. Пашенди, попрощайся. Всем пока. Да. Всё. Увидимся, ребята, с вами в следующих моих видеороликах. Всем удачи. Всем пока. Приветствую всех вас, дорогие мои зрители, подписчики и... Подписчики, друзья. Ну что ж такое. Сейчас, ты потом слышишь. 5, 4, 3, 2. Субтитры сделал DimaTorzok